Всем 2 из друзья, меня зовут Сергей Лав и сегодня я поделюсь с неким гайдом по шмоту, по крафту шмота Но сразу скажу, тема эта сложная, муторная и самая эндгеймовая Она на самом деле настолько сложная, что я вот не нашел какой-то универсальной формулы Какой-то простой, да, такой компонент, который вы могли бы просто делать, как вам сказали и быть молодцом То есть многие вещи нужно все равно как-то на личном опыте понимать и чувствовать Тем не менее я опишу вам базис, который задаст вам нужный вектор в развитии в данном направлении И уже вы на его основе сможете как раз-таки свой личный опыт нарабатывать И дальше придете к какому-то пониманию, что, где, как именно вы хотите делать Вот, также скажу, что в следующем месяце уже выйдет какое-то обновление Которое добавит новую функцию по крафту Но опять же, я не думаю, что поменяется как-то сама мета крафта, шмота и принцип его формирования Просто это будет дополнительное облегчение Ну и там уже поговорим по существу, что будет И если будут какие-то дополнения у меня лично Или может быть в комментариях кто-то поделится каким-то личным опытом и меткими уточнениями Я там это тоже озвучу Так вот, давайте начнем с самого простого Это сета Ну просто чтобы люди, которые вообще вот только-только начинают, не потерялись, да Потому что, ну, начинать с середины не очень приятно Сетов много разных и в них тоже как раз-таки легко потеряться Но самый нужный крафт это крафт виверна Именно поэтому везде, где вы видите какие-то там гайды, советы, фарм, боссы и так далее Везде мелькает именно виверна в первую очередь Все остальные боссы практически не упоминаются По одной простой причине, все три сета, которые здесь крафтятся, они все нужны Сет скорости самый ходовой Он самый ходовой в PvP И в PvE он, в принципе, также отлично работает То есть, именно поэтому все крафтят именно шмот виверна Потому что PvP, оно здесь более эндгеймовое, чем PvE PvE легче закрывать Я, допустим, прошел виверну спустя 33 дня всего 11-й Виверн это самый эндгеймовый эндгейм Ну, не считая Абиса, конечно Тем не менее, дальше ее просто фармить Да, столько времени, сколько я буду играть в эту игру Да, а вот PvP там еще расти и расти Поэтому сет, скорость, это приоритетный сет вообще всегда Дальше, Critical Set Это основной дополнительный сет для дамагеров Потому что какой бы другой вы сет не одели на них Там атака, какой-нибудь лайфстил Практически ничего дамагерам не одеть Кроме Critical Set Ну, там, и Мун еще какой-нибудь Но, тем не менее, это тоже крайне рабочий Крайне спросовый комплект Ну, хит-сет, он чуть менее актуальный Тем не менее, он тоже работает И он тоже нужен, возможно Для прям совсем зеленого новичка Который играет там неделю-две Этот сет не востребован Но, тем не менее, быстро можно понять, что он пригодится По крайней мере, 2 из 3 здесь must-have Големчик Големчик хороший босс Его также вы будете фармить, скорее всего Здесь все три сета рабочие Атак-сет на дамагеров, понятное дело Хелл-сет и дефенс-сет Они идут на танков При этом, допустим, тот же Кен Использует хелл-сеты Потому что у него атаки скалируются От количества здоровья То есть вы можете его вообще Дить в 3 сета здоровья И он будет норм Да, поэтому Големчиковские сеты также все играют Все очень спросовые Все с ними нормально Дальше банши Вот с банши уже немножко не все так просто Потому что здесь крафтится 4 сета То есть имейте ввиду, что если вам нужен только один сет из этих четырех То здесь будет лишь четверть предметов крафтится в данный сет Ну то есть, а здесь третий Да, то есть вероятность получить нужную шмотку здесь гораздо меньше Поэтому это вообще одища на самом деле Но, тем не менее, здесь есть полезные сеты Резистанс-сет, наверное, наименее полезный из всех этих Потому что, ну, не так много персонажей используют резист Ну, например, какая-нибудь с Монтморанци Но при этом, на самом деле, резистанс можно собрать и статами То есть это не то, что прям хочется в виде сета иметь Дистракшн-сет хороший Опять же, он работает в ПВЕ Преимущественно в ПВЕ Но также и в ПВП-то он заходит Но, опять же, в ПВП, когда вам нужен дамаг, вы одеваете скорость Поэтому в ПВП он не настолько популярен Но вот в ПВЕ он может позволить выбивать большие цифры Убивать боссов быстрее Поэтому он работает Лайфстил-сет Опять же, данный сет не такой популярный, как какой-нибудь сет атаки Или уж тем более скорости Но этот сет работает на определенных персонажей В определенных ситуациях И, в принципе, он в ПВП также может работать Но, опять же, на определенных персонажах На определенных ситуациях Он, в общем-то, имеет смысл Контур-сет, я бы сказал, наверное, из всех этих четверых Самый спросовый Потому что Контра, опять же, в ПВП Ну, это, скорее всего, исключительно под ПВП В ПВЕ это, ну, очень мало Применимо То есть применимо, но Зачем, если есть там сет атаки Или тот же, вон, Дистракшн-сет Тем не менее, в ПВЕ также его можно взять Но его собирают именно под ПВП Как я уже сказал, ПВП это больше эндгейм, чем ПВЕ Но, тем не менее, из-за того, что здесь 4 сета С баншей геморрой гораздо больше И когда есть возможность хотеть что-нибудь другое Например, с Големой Или с Виверной То это будет сделать гораздо проще А Зимонак Самый Неспросовый босс С самыми неспросовыми сетами Ну, точнее, с двумя из трех Дело в том, что ни Юнити-сет, ни Рейдж-сет Толком вообще не пользуются популярностью Опять же, это не значит, что их нельзя использовать Можно придумать ситуации, где они зайдут Особенно, если у вас там Крутейшая шмотка выпала Да, и вы собрали крутейший комплект Оверзаточенный Но, тем не менее, Азимонако фармят меньше всего Ну, именно из-за того, что 2 сета из трех Здесь падают такое себе совсем Но иммунити-сет Очень спросовый В PvP в какой-то момент Это, наверное, чуть ли не самый спросовый Наравне со сетом скорости комплект Потому что, когда в вас залетают Прям первыми же скиллами Сплошные дебафы Когда там Дизи, еще что-нибудь Какой-нибудь Тайвин Миллион персонажей Которые просто вас Раскурочивают дебафами Вы, конечно же, хотите одеть всем персонажам Дополнительный иммун-сет К сету скорости, да И у вас такой стандартный комплект Это сет скорости плюс сет иммунити Тем не менее В PvE он, в принципе, применим Да, потому что, опять же, есть места Где вас жутко дебафают И неплохо бы иметь иммун-ку Но там можно обойтись без этого И, как я уже сказал Азимонако хоть и спросовый И нужный тоже Как правило, он выпадает Вот из этой четверки Именно из-за того, что остальные 2 сета В нем такой себе И сет хоть и нужный Но, сами понимаете Не для новичка Поэтому ориентир по крафту Это сет скорости Ну, сет хп брони Опять же, вам наверняка нужны Какие-то танки На каких-то боссов Банши С этим уже похуже Из-за того, что здесь 4 сета Да, и Вы должны потратить гораздо больше ресурсов Чтобы получить нужное Ну, а Азимонак Азимонак, я бы сказал Такой эндгейм Знаете, когда у вас уже много чего есть Вот вам нужен Вот у вас много чего есть А вот иммунити комплектов нету И вот вы уже прямо занимаетесь Дрочем Азимонака Просто потому, что Другого ничего не остается Это что касается сетов Теперь, что касается непосредственно Самого крафта Непосредственно Ну, понятное дело, что крафтим Только 85-й шмот Ничего другого крафтить Нет смысла Ну, опять же, в первые дни Можете что-нибудь покрафтить В первые, там, неделю Да, ну, хоть, чтобы что-то одеть Но сильно Усердствовать не стоит Там по сюжетке что-то дают Да и не сложно Вроде как пройти всю сюжетку И пройти, да Вот Чтобы крафтить 85-й шмот Дальше Есть еще один такой момент Но он касается, наверное, самых новичковых новичков Непосредственно с синим шмотом Стоит ли этим заморачиваться или не стоит Смотрите Опытные игроки Все говорят, что Ниже фиолетового шмота улучшать не имеет смысла И действительно так То есть Уже, допустим, спустя месяц Я, ну С просто мизерной вероятностью Возьму какую-то синюю шмотку Которую я буду улучшать Но это все равно не исключено Потому что Смотрите, в чем дело Шмотки я так, знаете Условно разделю на левые и правые Потому что, ну Сами понимаете В чем их разница На самом деле не только их расположение отличается Отличается то, что Мейн стат у левых шмоток Он фиксирован То есть У меча всегда атака Да У шапки всегда хп И у тела всегда броня Что это означает Это означает, что вам нужно лишь Скрафтить шмотку С нужными правильными сабстатами Ну Флат статы То есть Это беспроцентные статы Это полная шляпа Все шляпа Кроме Флат скорости Есть где-нибудь Флат скорость Да, вот Спид Спид это тоже Мастф Но вы уже поняли Да, то есть Видеть скорость Это Просто Бомбезно На шмотке То есть Шмотка в принципе Относительно других статов Может быть плохая Но в ней Может быть скорость И это Может сделать эту шмотку Гораздо ценнее Чем кажется Потому что Есть персонажи В пвп Которые Знаете Им ничего не надо Им просто нужно Сходить первыми То есть Они вообще могут быть Там 50 или 40 уровня Там С нулью А так Просто Без брони Без всего Потому что Все что им нужно Это сходить первыми И кинуть свой скилл Поэтому Шмот на скорость Это то что вам надо Да Сет на скорость Основной стат на скорость Сабстат на скорость Там Девоушен скилл на скорость Пробив на скорость Руны на скорость Короче Все что Можно на скорость Все на скорость Поэтому Опять же Если шмот выглядит средне Но в нем есть скорость Стоит о нем все равно подумать Может быть он где-то Будет применим Нужно начать его точить Ну ладно Это я чуть-чуть отлегся Да Что же с шмотом То есть вам на левой части Нужно наролить только сабстаты Соответственно, это сделать гораздо проще, чем наролить правый шмот Дело в том, что здесь вариативный и сам основной стат То есть ажурка может быть на плюс атаку, на плюс хп, на плюс крит демэдж или крит шанс При этом он может быть как флатовый, так и процентный Флат это сразу мусор, практически в 99% можно выкинуть Ну да, на самом деле есть персонажи, у которых дичайше низкие базовые показатели Например, хп, им в принципе заходят флатовые хп или еще что-нибудь в таком духе Но, ребят, я вам не смогу это описать Это нужно смотреть индивидуально лучше, да, по какому-то персонажу смотреть Плюс еще один момент, разработчики вроде как обещают перебалансить флат бонуса И усилить их там что-то процентов на 70 Поэтому в этом плане может что-то измениться Опять же, как только изменится, я какой-то ролик на этот счет запишу Что там как, почем будет на тот момент Но на данный момент ценятся лишь процентные статы Ну и скорость, она процентной не бывает Соответственно, правый шмот можно точить Точнее, можно крафтить очень долго и не получить нужное Да, потому что вам нужно, чтобы заролился нужный сет Вам нужно, чтобы заролился нужный мейн стат И это чтобы был процентный мейн стат, а не что-то другое Да, и вам нужно, чтобы еще и сабстаты попались опять же нужные и процентные Короче, правый шмот, он очень дорогой для крафта Именно с этой позиции И здесь, как говорится, есть два стула Первый стул Вариант А Если вам попадаются хорошие шмотки, синие Все-таки их точить Потому что если у вас вообще нет одетых персонажей Лучше их одеть хоть чем-то, чтобы они начали работать Чем они просто валялись Да, потому что Как я уже сказал, и вы уже должны понимать Наролить нужное соотношение невероятно сложно Здесь, допустим, ну полное говно Ну это шмотка, которую я не крафтил, по-моему А может и крафтил, но это прям с самых первых недель Она есть и я просто не крафчу сейчас ничего Я коплю, есть причины Вот, поэтому, ну вот я смотрю, есть скорость А мне нужно, чтобы у Фуриуса сходил первый Вот от Фуриуса мне ничего не надо, да Мне нужно все, что от него нужно Чтобы он на големе сходил раньше моего дамагера Кидал баф и дебаф, все То есть он там ни дамагать не будет, ни критовать Ему ничего не надо Ну и чтобы не сдох, конечно же Ну на виверне он там сдохнуть может только на первой пачке Но этого вроде не происходит уже Потому что он все-таки хилл есть в команде Да, поэтому все, что мне нужно, чтобы была скорость Поэтому у него все шмотки имеют скорость Да, то есть опять же, ему не нужен нафиг Ну ладно, эффективность чуть-чуть нужен Но резист точно не нужен, но пойдет Атака на самом деле ему тоже не особо нужна, но пойдет Вот эти тапочки, это прям огонь Это лучшая моя шмотка, которая сейчас есть Мейнстат скорость Кстати, насчет тапок В тапках есть два ходовых бонуса Это скорость и атака Причем атака гораздо меньше спросовой Так это 7 к 3, я бы сказал То есть 8 к 2 по спросовости Почему? Потому что именно сапоги дают Просто колоссальный, огромнейший бонус к скорости 85-е сапоги, если я не ошибаюсь, в конце будут давать То ли 35, то ли 40 скорости Или это 88-е дают 48 Короче, дохренище То есть вот собрать вот шмотками Бонуса по 4 По 3 скорости То есть фиг соберешь Это там даже 35 скорости А здесь сразу вот тебе 30-ка Недоточенная чутка Поэтому Имейте в виду, допустим, в плане сапог Если им наролилась мейн-скорость Но все остальное, ну так себе Это все равно здорово, шикарно Как я уже сказал, есть персонажи, которым нужна просто скорость Поэтому сапоги с мейн-скоростью Стоит, опять же, оставлять Закрывая глаза на какие-то такие посредственные сабстаты Так, о чем это я? Ага, про два стула Так вот, синие шмотки, я считаю, все-таки Домищук имеет право затачивать Но, наверное, не сильно выше, чем плюс 9 Дело в том, что заточка выше, чем плюс 9 Становится намного дороже И более ресурсоемкое Поэтому Если вам, в принципе, надо просто чем-то одеться Да, там, проходить контент или еще что В принципе, точите какой-то хороший Вот реально, да, прям реально хороший синий шмот В этом ничего зазорного я не вижу Но в итоге, опять же Когда у вас уже, в принципе, будет там Пару патчек одетых Более-менее, да, которыми вы закрываете контент Которые более-менее справляются уже со своими задачами Тогда уже синий шмот, наверное, и не имеет смысла точить Потому что вам нужно будет только фиолетовый Ну, а имеющийся синий вы будете просто так Пониспадающий, как, да, знаете В многодетной семье старшие братья дают младшим То есть Вы скрафтите какую-то шмотку лучше дает Я ему скрафчу Я это кольцо одному Кому-то другому персонажу Которому, опять же, нужна только там скорость и хп И так оно будет пониспадающе идти Но поначалу синий шмот точить имеет смысл Далее Что крафтить в принципе, да Левый шмот или правый? Как я уже сказал, правый, он более ресурсоемкий И, вот опять же, более-таки Олдовые игроки Они говорят, что надо крафтить именно правый шмот Именно из-за того, что его гораздо труднее получить С нужными статами Но, лично я считаю, опять же, как относительный новичок Имеет смысл все-таки Состоточиться на крафте левых шмоток Потому что их скрафтить гораздо дешевле И проще И поначалу у тебя тупо нет вообще никакого шмота Поэтому Состоточиться стоит именно на левых шмотках Их за меньшее количество денег и ресурсов Вы сможете получить более стоящие Да, такие шмотки, которые будет не жалко проточить Потому что, опять же, количество заточек очень сильно ограничено Это требует бабла И точить посредственный шмот не хочется А одевать персонажа, допустим, в плюс 9 Ходить просто пожизненно в плюс 9 И ждать месяц, когда тебе выпадет нужная ажурка с нужными статами Это бредово Потому что тебе нужно, чтобы он уже сейчас работал Поэтому, чтобы дойти до этого состояния Чтобы у тебя все работало Чтобы закрывать контент боссов Виверну, башню Средоточиться на левом шмоте Опять же, в какой-то момент игры Вы сами поймете, что, в принципе Уже жесткой необходимости улучшать персонажей нет То есть, ну, понятное дело, что расти и расти Еще есть дохренишься куда Да, но вроде бы ты совсем справляешься худо-бедно И тогда, действительно, можно уже переходить На крафт правых шмоток Потому что шансы, что вы их выбьете с босса Мизерные И то, что скрафтите, тоже не очень Лично я сам так делаю И абсолютно никаких, к сожалению, у меня нет Потому что, ну, вот опять же Если посмотреть всех моих персонажей Левые шмотки более-менее Ну, это ладно Это с ПВП Да мне персонажей нет Ладно, чем я могу показать Я ничего не знаю Но, тем не менее, левая часть у меня лучше одета И это подтаскивает персонажа к какому-то лучшему состоянию Но, опять же, справа можно и синьку какую-нибудь заточить Хоть что-то, чтобы было Незазорно Дальше Что вообще по статам? Что точить? Что улучшать? На что обращать внимание? С этим вот как раз-таки сложнее всего Потому что вот то, что я вам сейчас описал Это, в общем-то, такой Базис, который Ну, просто делайте так И все будет нормально Но вот со статами все сложнее Давайте, знаете как? Разобьем условно Все имеющиеся статы в игре На две категории Но это будут такие Относительно условные категории Атакующие и защитные Атакующие Это атака Крит шанс Крит дэмэдж Это атакующие Защитные Это защита ХП И эффект резистанс Как вы видите Выпадают два стата Это эффективность и спид Дело в том, что спид нужен В любом случае практически всем Поэтому Это, знаете, такой Просто имбостат Который, ну, вы поняли Да, поэтому он не входит Ни в какую категорию Это просто имбостат И эффективность Эффективность Можно подумать Что он должен входить В атакующие скиллы Ну, в статы Да, потому что, ну По аналогии У нас есть резист Который снижает шанс Дебафа А эффективность, наоборот Повышает шанс Что мы наложим дебаф Но не все так просто Эффективность я бы отнес К защитным По большей части Скиллам Потому что Те персонажи Ну, опять же Это очень условно Потому что Есть персонажи Атакующие Которым нужен эффективность Но по большей части Я вот именно На это акцентирую Ваше внимание По большей части Те персонажи Которым вы хотите Действительно собрать Эффективность Это персонажи Которые дебафают противника И они Как правило Не атакуют Да, то есть Все, что нужно от этих дебаферов Это дебафать Быть быстрыми И не сдыхать Ну, или хотя бы Просто быть быстрыми То есть Именно поэтому Эффективность Это больше защитный Стат Нежели атакующий Что нужно понять Из этого Шмотки Естественно Могут Получать Сочетание Статов Из этих категорий Защитные Или атакующие Соответственно Если, допустим Мы крафтим Сет на атаку Да, у меня есть На атаку Чем-нибудь Мы хотим Видеть на нем Атакующие статы То есть Это атака Крит шанс Крит дэмэдж Ну, скорость Само собой Это то, что мы Прямо вообще хотим Но Не все так Опять же Просто и однозначно Дело в том, что дамагер Это, конечно, замечательно Что он дамагает Но Знаете, поговорка Мертвая не дамажит И Опять же Если на шмотке На атакующей шмотке Заролился какой-нибудь Защитный стат Там, плюс хп В этом нет ничего Прямо такого плохого Допустим Вот здесь есть плюс хп Понятное дело Что Если у вас Все атакующие шмотки Имеют только плюс броню Или плюс хп Спрашивается На какой лет Они вам нужны Но, тем не менее В конечном счете Вам нужно Правильное сочетание Всех статов Да, то есть Нужно подбирать Именно шмот В сумме Чтобы в нем были Ну, опять же Понятное дело Что доминирующие Атакующие статы Но при этом Чтобы персонаж Все-таки обладал Какой-никакой выживаемостью Чтобы он не сдох Тупо На том или ином контенте Но с этим Не нужно перебарщивать И вот здесь Как я уже сказал Какой-то правильной формулы Вообще нет Здесь только на своем Чувствии и опыте Нужно подбирать Этот самый шмот Да, то есть Если вы чувствуете Что вот у вас Хорошо с дамагой На персонажа Да, на дамагующем Но вот он вздыхает Ну, значит Пододеньте ему Какой-то другой шмот Который будет Чуть добавить Выживаемости Или наоборот Вы видите, что В принципе С выживаемостью хорошо Но вот Ну, вот хочется дамаги Значит ищите шмотки Чисто в дамагах С защитными Ну, вроде бы Все то же самое Да, то есть Вам нужна защита Защита И ничего Кроме защиты И скорости Дальше Что еще я хочу сказать Про статы У нас есть Два таких стата Которые могут Показаться очень похожи Это крит шанс И крит дэмэдж Казалось бы Нужно и то и другое Несомненно Но крит дэмэдж Гораздо ценнее Чем крит шанс Причем Колоссально ценнее То есть Крит шанс Это Вообще иногда не нужно Я бы так сказал Крит дэмэдж Дамагеру нужно всегда Ну, понятное дело Что, да Это атакующий стат Почему? Дело в том Что есть очень много персонажей Которые бафают крит шанс Но нет персонажей Которые бафают крит дэмэдж Например Фуриус Да, то есть Я иду с ним на виверну И он дает мне Со своего скилла Плюс 50% крит шанса Да Плюс 50% Соответственно Опять же Я имею 15% крит шанса Преимущество по стихиям Итого у меня уже 65% крит шанса Мне нужно лишь 35% крит шанса Иметь на персонажа И тогда у меня будет Условная Ну Гарантированная сотка Ну там Ну вы поняли А вот крит дэмэдж Так про баф Не получится на 50% Поэтому Есть ситуации В которых вам крит шанс В принципе не нужен Либо нужен Минимальное количество Также и в пвп Есть опять же Пачки В которых Вы Опять же Клив пачки Например Вы знаете Что вы дадите себе Баф На атаку На крит шанс Первым ходом И соответственно Вам не нужно собирать 100% крит шанс А вот крит дэмэдж Вам нужен всегда Потому что крит дэмэдж Это фактически Синоним просто дэмэджу Потому что Опять же У вас всегда Будет сотка Ну опять же Если у вас Правильный сетап Правильный подбор Да То есть Сотка крит шанса У вас наберется Ну или очень близко к этому Поэтому дэмэдж Это почти синоним атаки Поэтому конечно же Дэмэдж приоритетнее Смотреть Да То есть Если вы видите Опа там Крит дэмэдж И ты такой О неплохо Ну вот здесь вот Ну вот здесь вообще Кстати вот это неплохая шмотка Я бы сказал Для Кена Да То есть мы видим Кену нужны хп Хп есть Крит дэмэдж есть Есть Плюс дефенс Но опять же Кену лишним не будет Потому что он такой Брузер танк Но проблема в том Что это спицет А я допустим не хочу Кену в спицет Но если бы я его одевал Спицет Потому что Кену Можно надеть вообще Что угодно То эта шмотка Зашла бы ему идеально Может быть я когда-нибудь Так и сделаю Да По каким Вот как вы поняли По сетам Какому персонажу Что одевать Здесь Нет опять же Никакой универсальной формулы Здесь лучше смотреть Википедию Если что Я не знаю Может быть в ссылках Вам оставить Вы может быть Не знаете о Википедии Там как правило Описаны Сеты Которые Точнее не то чтобы Сеты Статы Которые Приоритетны Для того Для каждого персонажа Также и сеты Рекомендованы Но опять же Я вот когда записывал Гайд по Тирлисту По реролу Я там по-моему Оставлял ссылку На такой Тирлист Персонажей Мне он нравится Гораздо больше Чем все остальное И там также Таблички есть Какие артефакты Использовать персонажам И Какие опять же Статы Сеты собирать Это дает Индивидуальное понимание По каждому персонажу То есть универсальной формулы Нет Потому что Монтмаранси Можно надеть Шмот на эффект Резистанс Потому что у него От этого Используется Скилл Прок Допустим Ангелике Это не особо Надо У нее никакого Прока завязанного На резистансе Нету Ей можно Там чисто В хп собираться Да То есть это все Совершенно индивидуально Получается Вот Но тем не менее Я надеюсь Эта информация Оказалась вам полезной Потому что Как я же сказал Дальше На основе Того что я вам писал Нужно уже самому Именно Крафтить Одевать Смотреть Смотреть википедию Да Индивидуально По персонажам Что лучше одевать Что хуже Ну а дальше Чисто только опыт Зарабатывать Наращивать Наращивать Количество Хорошего Шмота Крафтить Комбинировать Проверять Раз в месяц Есть неделя Бесплатного Переодева Да Когда вы Каждая Третья неделя В месяц Если не ошибаюсь Ждите ее Да Она наступает И дальше Экспериментируйте С тем шмотом Который у вас есть Что лучше Получается Что хуже К слову Есть демедж Калькулятор в игре Не в игре А в комьюнити Сайте С демедж Калькулятором Где можно посчитать Что лучше Там заходит Ну там Не особо Мне пока нужно Потому что Ну понятное дело Чем больше демеджа Тем больше демеджа Опять же Есть персонажи Которые скалируются Не совсем от демеджа Да Там от того же ХП И там уже интересно Посмотреть Как статы повлияют На тот или иной урон От того или иного скилла Так что Этим тоже можно пользоваться Но это уже такая Более Такая Продвинутая штука Которая имеет смысл Подходить Когда ты уже Чуть понимаешь Что ты делаешь Зачем ты делаешь И что как это работает Тем не менее Какой-то базис Я надеюсь я вам задал Если у кого-то есть Что дополнить Пишите в комментариях Если остались Какие-то вопросы Также озвучивайте Наберется какой-то материал Запиши еще ролик Ну на этом у меня Пока что все Надеюсь еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok